В Воронежском государственном техническом университете состоялась встреча с иностранными студентами. О целях и задачах побеседуем с нашими гостями. Этим утром мы на студии. Яна Шуцкая, руководитель федерального проекта «Приключения иностранцев в России», и Андрей Алмаев, руководитель студенческого медицинсентра ВГТУ. Доброе утро! Доброе утро! Так, ну расскажите, что такое «Приключения иностранцев в России»? «Приключения иностранцев в России» — это проект в социальных сетях, то есть это полностью медийный проект, который создан с целью продвижения российского образования за рубежом и адаптации иностранных студентов. То есть мы, если проще, сидим в социальных сетях и на разных языках даем полезную информацию для иностранных студентов, абитуриентов и выпускников. Почему «Приключения»? Ну потому что по-другому это не назвать. Там целый квест, да, надо пройти? Ну, скорее всего, квест — это путешествие иностранцев в новую страну, учеба в новой стране — это всегда такой путь героя и всегда приключения, поэтому мы так назвались. Так, с какими иностранцами работаете вообще? Мы работаем со всеми иностранцами. У нас в России сейчас учатся 355 тысяч иностранных студентов. Вот они именно приехали учиться к нам с целью образования. Виза у них тоже студенческая. И работаем со всеми ребятами. Ну, наверное, с нашими подписчиками. У нас, правда, их всего 43 тысячи сейчас. Ну, не все, но стараемся выйти на всех ребят, чтобы рассказать максимально полезную информацию, как оформить документы, куда поехать, какие есть возможности, гранты, олимпиады. То есть такая поддержка. Вы такой студенческой МФЦ. Да, да, да. Андрей, расскажите, пожалуйста, как в техническом университете обстоят дела с иностранными студентами и с их поддержкой? Вы готовы с иностранцами, и все прекрасно. Администрация Воронежского государственного технического университета всегда открыта ко всем вопросам. Любой иностранец, учащийся в Воронежском государственном техническом университете, всегда может получить ответы на любые вопросы, которые задаст администрация. Поэтому связь максимально налажена от а до я. А студенты между собой насколько дружелюбно относятся, насколько готовы прийти на помощь, насколько готовы подсказать? Потому что все равно же существует языковой барьер и сложности с другим менталитетом. Насколько адаптация иностранных студентов легко проходит? Знаете, что заметил? Иностранный менталитет, он совершенно другой. То есть каждый иностранец открыт для общения, для дружбы с другим иностранцем. Им абсолютно не важно, с какой ты страны, откуда ты, сколько тебе лет. Они готовы дружить, коммуницировать и вместе строить, грубо говоря, дружелюбное будущее. У нас в ИГТУ регулярно проходят именно национальные праздники. У нас проходят и наврузы, и арабские праздники, и также у нас ежегодный День Африки в ИГТУ проходит. Но надо сказать, что вы тоже имеете какое-то отношение к иностранным студентам, расскажите. Конечно, я сам приехал из Узбекистана, сейчас учусь на третьем курсе направления связи и рекламы с общественностью. Но на самом деле я дизайнер, развиваюсь в сфере дизайна. Вы сейчас возглавляете медиа-центр ВГТУ. Конечно. То есть, будучи в статусе иностранного гражданина, получается, вы достигли вот такого пика, можно сказать, студенческой карьеры. Было ли это сложно? На самом деле нет. Просто нужно рвение, умение и целеполагание. Потому что, ну, если человек что-то хочет, то, ну, просто иди сделай. Как вы стали руководителем медиа-центра, расскажите. На самом деле все очень просто. У меня был четкий запрос. Мы студенческой группой хотели активно заниматься медиа-активностью. Продвигать ВУЗ, наш ВГТУ родной, в медиарейтинге. И с этим запросом и планом на год я пришел, собственно говоря, к администрации ВУЗа. И сразу получили одобрение? Практически. Ну, это получается прямой показатель того, что администрация ВУЗа нацелена на то, чтобы иностранный студент максимально адаптировался в нашей среде. Конечно. Насколько я понимаю, еще же в Техническом университете проходила какая-то конференция, мастер-классы по этой теме. Расскажите, пожалуйста, Яна. Да, у нас 25 марта состоялась такая встреча со всеми международниками ВУЗов Воронежа. Все поделились лучшими практиками адаптации, поговорили о каких-то, возможно, сложностях, проблемах, тем, как мы будем двигаться дальше. И мы говорили тоже именно о информационном освещении работы ВУЗов, международных отделов, чтобы люди делились информацией о том, как у них обучаются иностранцы в ВУЗе, как это важно. И поговорили со студентами, вдохновили их на ведение блогов, возможно, о России, потому что это сейчас очень актуально, прям чрезвычайно. У нас есть очень много друзей иностранцев, которые без каких-либо вложений завели блоги, без финансовых каких-то вложений, стали миллионниками, блогерами, стотысячниками, просто на контенте, даже на иностранном языке, о России. То есть люди рассказывают о своих приключениях, даже о сложностях, трудностях. Это действительно интересно всему миру, потому что очень мало людей на самом деле знают, что это Россия. И есть такой запрос узнать правду, как здесь по-настоящему живут люди, как люди учатся. Ходят ли медведи по улицам. Да, да. И еще интересно при этом нашей русскоязычной аудитории смотреть за иностранцами, которые у нас адаптируются, и узнавать разность культур. Тоже такой контент вообще залетает на миллионы просмотров. Как вы проводили конференцию? Много учащихся у вас иностранцев из разных стран, это разные языки. Они обязательно должны знать русский язык или как-то на ломаном вы общаетесь, я не знаю. Мы все-таки просим всегда ребят, когда они приезжают учиться в Россию, хотя бы как-то учить русский язык, даже если они учатся на английском, если такая образовательная программа. Переходим на английский, если нужно. Но все-таки большинство понимает достаточно простые конструкции, которые мы используем. Мы не стараемся, сложно там как-то разговаривать. Русско-английский — рунглиш. И так все друг друга понимают, плюс красочные презентации, видео. Я думаю, всем все понятно. Получается, в АГТУ свой язык есть, общий для всех. Я правильно понимаю, что медиапространство — это еще одна такая практика для адаптации иностранного студента в русской среде? Да, это очень крутая практика. Мы всегда советуем иностранцам заходить в социальные сети, потому что это еще и способ заработать. Все-таки ребята приезжают учиться в Россию и должны помнить о том, что они приезжают именно учиться. И да, мы понимаем при этом, что жизнь дорогая, люди оторваны от своих родителей, не всегда есть возможность перевезти какие-то деньги. И когда ты можешь себя проявить в социальных сетях, тебя кто-то может найти как переводчика онлайн. И это официальная работа. Это работа с посольствами. Главное — проявить себя, и вас найдут. Да, будь активным, и тебя заметят. Спасибо вам большое за интересную беседу, за вашу деятельность, которую вы ведете. И хорошего вам дня. Спасибо. Всего доброго. Напомню, в студии была Яна Шуцкая, руководитель федерального проекта «Приключения иностранцев в России», и Андрей Алмаев, руководитель студенческого медиа-центра ВГТУ. Утро вместе продолжается.